В начале совещания выяснилось, что главные виновники этого невеселого торжества, представители СУ-155, на встречу не явились. От компании СУ-155 отсутствуют у нас представители. Не подошли, да? Они звонили? Нет, они... Кто-то в пробке, кто-то на каком-то совещании, да. Как говорится, самый главный виновник торжества проигнорировал нашу сегодняшнюю встречу. Ну, чего это? Мы поправили. На вопросы жителей пришлось отвечать ответственным лицам из Гостроенадзора, регионального Минстроя, а также мэру Одинцова Александру Гусеву. К сожалению, люди, вкладываясь в проект СУ-155, и предположить не могли, что с квартирами возникнут проблемы. Ведь застройщик с именем хорошо зарекомендовавший себя. Но сегодня все поменялось. Компания находится в сложной финансовой ситуации и имеет просроченные обязательства. Людям только остается, что писать письма и оббивать пороги разных инстанций. Инициативной группе показали фотоотсчет о всех недоделках в уже введенных в эксплуатацию корпусах новой треугорки. Рассказали о том, какие работы ведутся сейчас. Например, корпус 85. На площадке работает 25 человек. Идет монтаж фасадов, лифтов и сетей, а также отделочные работы. Вроде все в порядке, но инициативная группа видит эту ситуацию несколько иначе. Мы, честно, даже не можем понять, что там реально что-то с мертвой точки, кроме малярных работ. Потому что и малярные работы идут на сценарии. В ответ жителям пообещали ускорить работы по 85-му корпусу. Такое решение принято накануне на совещании Минстроя. Сегодня был на совещании Минстроя и с Сомовым, и с заместителем, которые непосредственно курируют проблемные объекты. У нас становится так, что мы переориентируем Балакина, чтобы он усилил на 85-м корпусе работы. Также было принято решение и по проблемным домам 8-го микрорайона. Совещания с гражданами и инициативными группами станут еженедельными, а прокуратура попросит проверить законность использования денежных средств пайщиков. Новую же трехгорку ждет ежедневный мониторинг количества строителей на объектах и соблюдение сроков работ. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».